По моему югистическому мнению, большинство программ на оси должны быть отформатированы с отступами на 2 метра вниз и засыпаны землей. Блэйр П. Хактон 11 июня 2021 года, 16 часов 00 по Тарановскому времени, эфире 756 подкаст от Каннского ося и компании. Оверфлоу Бокс. Добавь паспорт. Привет, привет всем. Вы попали на кухонный напрягающий и расслабляющий Каннский подкаст про жизнь айтишников. Мы собираемся раз в неделю, обычно по пятницам, чтобы обсудить жизнь, айти, поскрепить стульями, постучать стаканами, ну и просто повеселиться. Вы можете присоединиться к прямому эфиру через ссылочку чата и прямой эфир на rsimp.me. Будем рады видеть вас в чате и готовы, в принципе, отвечать на почти все вопросы. Так же присоединяйтесь. Вот так же у нас есть YouTube, Куб канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, Twitter, Discord к вашим услугам. И, конечно, пожалуйста, не забывайте про официальный веб-сайт rsimp.me. И ссылочку обсудить, куда вы можете скинуть статьи для обсуждения, ну или мысли для обсуждения в следующих подкастах. Добро пожаловать в вечерной подкаст. Сегодня мы пишемся в четвером. Привет. Привет. Я даже считать не разучился. Так, последний был Александр, предпоследний был Арина, то он Ваня. Ладно. Так, не отходя далеко от кассы, самое важное, большое спасибо Константину за поддержку подкаста. Костя, большое спасибо. Кстати, Костя куда-то пропал, он обычно в авторка забегал, куда-то он пропал. Спасибо Косте. Мне кажется, мебельный бизнес у него все-таки пошел в гору. Так, ну и, конечно же, быстрое напоминание про Patreon. Люди, вы ждали, хотели, просили, Patreon есть, Patreon там. Ссылочка в шоу-ноутах или на веб-сайте, так что заходите, подписывайтесь и станьте патроном. Да. Какая странно звучит патрон, ну ладно. Да. Ну и че? Как у вас неделя? Ужас. Неделя как-то, как обычно прошла, нажрались. Потом среди ночи пошли купаться в океане. Потом чуть не подрались. О, вот это уже интересно, это уже становится интересно. Почти почему, почему почти. Что не удалось, кто лоханулся и почему было почти. Ну как вы, знаешь, поначалу все было смешно, а потом что-то как-то уже не ему, не особо не смешно стало. Мы так и друг на друга смотрим, но еще драться будем. Он такой смотрит, да ты что доводишь? Я такой, ну вообще-то ты первый начал. Такой, да. Ну ладно, не будем. Ну вот, по-моему, мне прям по ноге все-таки хорошо двинул. У меня такой синяк там хороший. Приключение. Да. Я, 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 ты это с дракой и с ним навел. Я вчера начал смотреть фильм, называется «Джентльмен» или «Джентльмены». Нет, это не «Джентльмены удачи». Это, по-моему, британский. Оу, я забыл посмотреть, это Гай Вичи. Что-то знакомый товарищ, забыл посмотреть, кто он и откуда я его знаю. Вот, вообще. «Карты, деньги, два ствола». А, это «Карты, деньги, два ствола». Это все один и тот же раз чувак делал. Да, «Горичин». Этот, последний, это там, по-моему, как они там называли «Джентльмены»? Ну, надо будет посмотреть, не буду спорить. Да, я этот фильм хотел очень-очень давно посмотреть, но что-то я боялся. И вчера под настроение начал смотреть, поэтому как раз там, по-джентльменски, наверное, развлекались. Да, нет, ну там, как бы, они прыгнули с парашютом в этот день, но они среди дня прыгали, я работаю. Вот, а потом они приперлись, типа, давайте праздновать. Они вытащили что-то там, вина, дженатоник сделали. Потом, ну, я когда уже присоединился к ним, я уже, там, во мне, там, штук шесть пив сидел. И еще одну, я мимо проходил, такой, а, да, точно. Вот, они такие, блин, чувак, так, вот тебе стаканчик джин-тоника, блин, полстакана джина, полстакана тоника. Вот. Ну, я, конечно же, не отказался, выпил потом. А, да, точно, мне надо пойти допить там пиво. Вот. Да, там. А, еще, еще я этот, я там ждал пока мне этот, кушать, приготовить, потому что на тот момент я еще ничего, этот, не кушал. Вот, и, да, ну, что-то там такое было, вон. Дальше после этого я все, все так, довольно-таки смутно, как бы помню, но очень смутно, вон. Потом, где-то к 12 мы решили пойти скупнуться, вон, там, как обычно, в воде девы кидали, вон, потому что делать нечем. Вот. На бабки? Да не, просто этот, знаешь, как обычно играли, все-таки, берешь, веришь, швыряешь нафиг. Вон, куда подальше. Потом что-то с этими, с чуваками тут тоже начали там небольшую эти, небольшую борьбу, там, знаешь, поиграться, но я и говорю, а потом чуть ли не до драки дошло. Печально. Ну, знаешь, людям интересно играться, когда они выигрывают, а вот когда не выигрывают, почему-то становится не очень интересно, даже не знаю. Ну, в следующий раз, пожалуйста, так не фейлись, доводим дело до конца. Драк, это драка. Да, потом, потом пошли в джакузи, после этого, ну и где-то часам к двум, да, завалили, завалили спать. Короче, как обычно. Че там еще? Мне, наконец-то, спустя полторы недели написали из магазина, что моя батарейка, типа, пришла. Но там не батарейка для Mac. Они, короче, меняют весь этот корпус, типа, вместе с батареей. Короче, да. Понятно, почему другой чувак хотел тысячу баксов за смену батареи. Они даже там клавиатуру хотели поменять, но вроде потрогали ее там, вроде она работает, там проблем нет, еще чего-то. Ну, короче, посмотрим. Они сегодня сказали, вот как раз после подкаста можно будет прийти забрать. Надеюсь, у них это получится. Еще чего-то там тоже происходило, точно не помню. На неделе съездил в Сан-Николас, посмотрел местные достопримечательности. Там, короче, две улицы такие. Как бы по основной улице едешь, типа, все закрыто. Типа, все 0-ля заведения, там все, там, типа, на дверях решетки, все такое. Заезжаешь в эту заднюю аллею, проезжаешь, и там, короче, за решеткой у каждой двери сидит девочка. Ну, и типа там, иди сюда, иди сюда, я тебе там сделку. Это интересно, да-да-да. Да-да-да. В аллее девочка, так. Да-да-да, это, знаешь, темная аллея, девочка. А, еще, ну, как бы, там, там, короче, стоит бар. Вот, этот, заезжаешь, типа, типа, там, насколько я понял, типичная прогулка, примерно, выглядит так, ты заходишь в бар, там, алкоголя, заправишься, выходишь, там сидит несколько чуваков с сумочками, типа, чувак, тебе чего? Вот. Зелененького, беленького, там, там, еще, может быть, чего-то, вот, потом дальше ты, ты идешь, и там уже начинаются, там, девочки за решетками сидят. Да, типа, этот, типа, если решишь зайти, то она, типа, дверцу открывает, и ты, типа, заходишь, типа. Я, насколько понимаю, что до ковида они, типа, стояли на улице все, типа, афишировали, но сейчас там, типа, они такой лайфхак сделали, что, а мы, типа, дома сидим, а что, мы ничего не делаем. А он решил в гости зайти, ну, блин. Да, и там, короче, походу, там две улицы, но я, я на вторую. Подожди, ты говоришь о достопримечательностях, да? Угу. Я просто хотел убедиться, что мы от культурного сразу съехали к девочкам. Нет, почему это, это, как бы, это... А, это и есть достопримечательность, понял? Да, да, это тот, почему в Сан-Николос, типа, этот, люди ездят. Я задумал, там, знаешь, богатая архитектура, история, что-то такое, да, извините. Ну, короче, испокон веков, там, этот маленький городок, там, типа, там, девочки за решетками сидят, я понял. Да, 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 там, девочки, много баров, там, этот, девочки за решетками сидят, но сейчас, блин, ковид, все бары позакрывались, обычно, там, этот, люди говорят, что там еще было пара баров, что ты приходишь, они там, типа, девочки тусуют, ей дринки покупаешь, вон, очень дорогие, аля, начинают, 30 и заканчивают 100 долларами, дринками, и потом, она может тебя пригласить к себе. На кофе, естественно. На кофе поговорить, музыку послушать, такое-то. потанцевать. Да, 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 я там с этими чуваками, барик, посидел, там, какой-то голландец, еще чего-то, вот, эти, черные, как мне один чувак сказал, что там, типа, на улице, типа, все эти попрошайки, которые, типа, до тебя доябываются, вот, говорит, ты, короче, найди самого такого большого, вот, дай ему там, типа, немножко там, пару долларов, самая, три, четыре, пять долларов, вот, и он потом будет сидеть с тобой, отшугивать всех остальных, типа, вали тебя сюда. Так вот, как крыша-то работает, на самом деле. Да, да, ну, как бы, знаешь, там, этот, ну, я пока там, одного знакомого ждал, пока он зашел к знакомой, поговорить, конечно же, вот, чекулы пить там, чтобы. Обсудить проект, как проект идет, да. Да, 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 там, Ганчарт нарисовать. Вот, пока, пока там сидел, я, 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 задержу, для меня докапутся, докапутся, такой, так, подожди, мне тут сказали, потом подходит какой-то, чуть побольше, чел, он, мне, я, это самое, он, такой, подходит, типа, как дела, я, такой, да, присаживайся, присаживайся, тебе что, колу купить, да, там, да, он, он такой, да, давай посидим, покурим, я, на заебись, да, покурим, там уже другие проходят, такие, ну, ладно, там, нужно с кем-то там, с нашим сидеть, так, ладно, и начали проходить мимо, я такой, так, понял, работает, интересный момент, то, что, учитывая то, что это бар, там, короче, одно пиво стоит пять флоринов, пять флоринов, это разделить на два, ну, короче, 2.70, где-то так, 2.70, тогда, как, если это дело купить в магазине, ну, типа, в супермаркете, все такое, то это будет где-то 2.40 или 2.50, то бишь, для бара очень, очень, очень дешевое пиво, вот, ну, я думаю, там, оно частично спонсируется народом, которые сидят, которые сидят снаружи, вот, у меня такое ощущение, что, потому что, если они получают по 30 центов за пиво, как наваром, то, как-то странно получается, откуда они за аренду деньги берут. короче, да, побывал там, что еще на неделю, ну, там работа была, но там все, как обычно, очень интересно, так что там, вот, у меня такая неделя. Следующий. Кто из вас там смелый? Арина, как у тебя? Как день рождения прошел? День рождения сейчас, к сестре ездила, посидели, удивительно спокойно, поели салатов всяких. Что значит без криков? Я объелась. Да, в этот раз без криков была, никто даже и не напился особо, и мы пили сок в основном с мамой, с сестрой, и с папой. Как-то странно. Да, и был ливень весь день. Они живут на юге Москвы, и там накрыло с пяти часов, наверное. Вот мы уезжали, вообще ужас был. Я еле до машины дошла, и вся промокла. Приехали ко мне, у меня вообще дождя здесь нет. А так, на неделе я пыталась доделать большую задачу на работе, которую мне выдали на прошлой неделе. Так ее и не доделала, и она уже превратилась в три задачи. Оно размножается. Да, начали с одного. Ну там, одну часть, наверное, все-таки я сделала, и, наверное, первую я добила тоже. но появилась еще одна там, которую решили другой задачей сделать, вообще отдельно, и там ничего не работает пока. Мне не удалось воспроизвести, это все на стенде, на тестовом, выглядит неправильно, и разраб сегодня вроде как нашел, что если много данных напихать, то оно не будет работать. потому что там то ли по две сущности уходят, то ли что-то такое. У меня в тесте было не очень много данных. Так что я с ней переезжаю на следующую неделю, но я вчера уже сидела, мне просто хотелось уволиться. Ничего я не понимаю, очень сложно, почему все так сложно. Мне кажется, тестирование не должно быть таким сложным. Слушай, пока не забыл, разраб это обычное выражение, да? Я так понимаю, да. Ну да, вполне. А чем смущает? Нет, просто чем-то разраб похож. И раб? Ну, да, типа разраб, раб. Как-то никто в таком ключе никогда не воспринимал. Да, я тоже не задумывалась об этом. Теперь буду. Раб, на тебя иногда паграммистами называем, но разрабы тоже вполне. Переоткрыл, на, держи, дальше пыли. А то в понедельник... Чё? Не, продолжай. В понедельник еще был WWC. Ну, естественно, не было ничего представлено, что я ждала, зато много было другого показано. AirTag я себе так и не купила пока. сейчас смотрю. Во-первых, мне кажется, что до сих пор нет возможности заказать, и в магазинах нет, в Москве надо посмотреть, я не смотрела. и потом я сейчас смотрю себе, думаю, может в августе в Америку слетать и там купить уже спокойно. Тоже надо будет посмотреть. Ну, MacBook, я чувствую, на сентябрь откладывается, это не очень хорошая новость для меня, потому что я надеялась уже к сентябрю с компьютером быть. Ну, как раз они представят и купишь. Ну, да. А еще я продолжила, я решила досмотреть Python, часть бесплатную, которая на YouTube открыта. Ну, так же у меня все получается, все понятно пока что. Но я почему-то делаю в некоторых местах сложнее, чем на самом деле решения показывают. То есть, они там показывают какие-нибудь вложенные ифы. И я думаю, господи, какой кошмар, как это вообще решается. Вот в одной задаче я делала, у меня не получалось ничего. Я посмотрела решение, она просто сначала первый идет, потом второй, потом третий. Это было очень неожиданно. А так, что еще на неделе было? Да, наверное, все. Сидела дома, никуда даже не ходила, работаю из дома. А, она меня сейчас давит. все, чтобы я в офис выходила работать. Ну, пока про сентябрь пойду. Пока думаю про сентябрь. контрагентов. А ты спутников прочипировалась, нет? Нет. Про чипирование, кстати, вот, хорошо ты напомнил. Мне сейчас мама сказала, что хочет чипироваться. Я очень удивилась. Она у них как пенсионерам им иногда, я не помню, как называется вот это в России штука пенсионная, предлагает поездки бесплатные в Нижний Новгород, например. И они у меня раньше ездили, когда все еще было открыто. и сейчас ей позвонили и спросили, видимо, чипировалась она или нет. И она сказала, что нет. И видимо с ней прекратили разговор после этого. И она теперь хочет пройти диспансеризацию, прочипироваться, но я ей сказала, что это сомнительное занятие. У меня на работе, кстати, по второму кругу начали болеть люди, которые уже себе проставились два раза. И еще я видела новость на этой неделе, что люди, которые привились спутником, возможно, им понадобится еще чем-нибудь прививаться. А чтобы не болеть, надо привиться нормальным чипом, да? Угу. Установить зарубежную поддержку. Патч, патч, патч. Сейчас становится немножечко совсем чуть-чуть страх не буду навевать, но об этом уже сейчас ходят неприятные слухи. Первое, естественно, это индийский или индусский вирус, потом еще этот вьетнамский, который, по-моему, тушите свет, сливайте баню, вот, и походу опять никто ничего не говорит, точных данных еще нету, но индусский вирус, в общем, может даже заражать вполне успешно, в смысле, заражать, а не заставлять людей чувствовать себя крайне комфортно до уровня госпитализации, вот, даже с двойным, то есть, с полной вакцинацией, но пока что, пока что это так, может, пока СМИ, пока данных нет, может, СМИ просто навевают, но да, но если вьетнамский вырвется наружу, то он веселый, он в два раза, по-моему, заразней индусского, а индусский заразней, чем британский, а британский заразней, чем оригинальный, так что, ну, как-то так. Выхода нет, мы все умрем. Да ты знаешь, я уже тут сижу, у меня просто сейчас дилемма такая, что, типа, через месяц, как бы, будет шесть месяцев, вот, и, ежели я не появлюсь обратно в Антарье, то у меня заберут этот медицинское страхование. Вот. Но с позитивной точки зрения налоги не придется платить за этот год в Канаде. Вот, и я, я так вот сижу, думаю, как бы, а может, ну, и у Канады остаться здесь, здесь после шести месяцев можно, как бы, прочипироваться самому, ну, и вообще здесь практически никто не болеет, там, я не помню, где-то, на острове, по-моему, 40 или 50 больных в общей сложности, вот, где-то так варьируется в этом районе. Я вот думаю, ну, вообще-то вот стоит там возвращаться, там, можешь забить на все. С вашими, там, индусскими и все остальное. А, извиняюсь, поправочка, сейчас посмотрел, этот, проверить на всякий случай. Да, на острове 15 больных. Я не знаю, как там у тебя на работе, но, что-то там, сегодня email читал, а еще слышал от соседки, она что-то там говорит, а вот мой менеджер, типа, говорит, да, в сентябре в офис. Ну, я, конечно, сказал, что good luck с ее менеджером. Но, я не возвращаюсь, но, не в этом дело, нас с ее на этой неделе, типа, отвечал на вопрос по почте, как раз на тему, так, что мы будем делать, делать по поводу офиса, кто куда возвращается, и, там, если будут ротации, или вообще, как, чего. И он как-то так, очень мутно ответил на все это дело, и у меня создалось неприятное впечатление, что, там, попросит обратно? Да, что он просто не хочет отвечать, потому что до этого, типа, да, 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 работаем, все замечательно, продуктивно, вот, но это, это человеческая глупость и тупость, вот, и, да, на этот раз, он, сказать, все вы, так, да, у нас продуктивность страдает, хотя все, 6, весь год там раздавал награды за продуктивность, всем направо и налево, всей компании, да, а тут резко, наверное, продуктивность резко упадет, прямо в августе, рухнет, вот, поэтому, кто знает, в общем, мне не нравится запашок, которым начинает пастись. на форте там, как бы, официально, типа, айтишные группы хотят, там, типа, разрешить гибридную модель где-то в октябре, но также мы наняли, мы уже наняли до хрена людей типа, ремок, вот, то бишь, из других штатов все такое, вот, и как бы, знаешь, типа, с этой точки зрения получается, что, извините, вы же сказали, типа, удаленка, да, как бы, я, я тут в солнечной Калифорнии, типа, живу, и ежели вы хотите, чтобы я переехал в Мичиган, то идите вы на хутор бабочек ловить, да, вот, что-то в этом духе, ну, там, ты будешь первым, кто будет работать ремонт из другой страны, поздравляю, ты первый проходимец, чувак, я, 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 не, они там, они типа, ну, ты во Флориде, точно, ты же во Флориде, мы забыли, посмотрим, да, короче, какая странная такая тема, вот, если бы мы все стали бомжами, то, в принципе, мы бы, наверное, победили коронавирус, свежий воздух, все такое, да, я думаю, из-за этого еще, отчасти, на РУБе, так это самое, так хорошо, ну, или это, я понял, курс развития, и то, что здесь 70% вакцинированных, это вообще никак не влияет, ни на что, так, подожди, от кого мы съехали, от Арины, да, Арина рассказывала, про чипирование, что маму будут чипировать, но маму сдала, да, да, все будут следить, они там с папой вдвоем собираются, я переживаю, я вот до последнего тяну, пока мне не приплет, я не пойду. Нет, слушай, ты знаешь, насчет ждать до последнего, я тоже хотел ждать до последнего, но тут двояка такая проблема получается, что, если, если я здесь останусь, но не прочипируюсь, то я, как бы, я приеду в Канаду, у меня не будет, этот, не медицинской страховки, то меня там не смогут про чипироваться, чтобы вернуться, а вся Европа, ну, как бы, и Аруба считается, ну, как бы, они все равно, как бы, по голландским меркам все делают, они там, типа, сейчас намекают, что сейчас приезжать сможешь только, блин, поэтому, если ты про чипирование, что, в принципе, и Канада тоже говорит, что они что-то там думают через месяц открыть границы для чипированных людей. Хорошая новость для тебя, ну, что, они говорят, что, если ты целиком зачипирован, в смысле, с двумя патчами, то, тебе не надо будет оставаться ни в каких отелях. но это еще пока что спекуляция, понимаешь, это, я думаю, это они серьезно, ну, серьезно, они это еще не имплементировали, в продакцию не выкатили, поэтому я и не верю. потом начинаешь чипироваться, потом разберешься. Ну, тогда мне здесь придется оставаться дальше, там, ну, или заплатить 10 долларов. Куда? Кому? В пункте чипирования? Я уж пробовал, но, нет. Может, может, я не в тот поехал, я, я на самом деле, я поехал в этот, в Ritz, там, где, ну, там, где, ехать, не местные чипируются, не местные, знаешь, там все по-английски говорят. Да, но есть еще одно место, где там сплошные местные, там они по-английски, практически никто не говорит, может быть, туда стоит поехать и попробовать. Да, возьми подругу друга. Вот, и за 10 долларов. Да зачем, бля, не языками жестов, бля, там, типа, типа, я, ты, меня, туда, сюда, это, давай. Зашел прочипироваться, дал 10 баксов, мне принесли коробочку с кокаином. Ну, не гоняй, здесь какая-нибудь 13-14 долларов. Но очень дорогой бакс. Арина? Да я вроде все рассказала, передаю микрофон дальше. Саша. Да, да, так как-то все потихоньку, наконец-то вызвались добровольцы, капитанить релизы, вот, потому что последний месяц, полтора, занимался я этим один. Вот. Наконец-то нашлись смельчаки, которые по подготовленному чек-листу готовы готовить релиз. Приятно. Вот. Еще выбрался, наконец-то, наверное, год, я его не доставал, выгулить дрон, вот, квадрокоптер. У подруги, там, она на конюшне занимается, вот, летал, снимал лошадок. Ничего, так, отвел душ немножко. Приятно иногда поснимать. А, да, больше вроде ничего. Вот, хорошо, что опять дожди, у нас, не знаю, какая-то вечная проблема, то, что полночи под окнами орут какие-то алкаши, ну, точнее, молодежь, но, разница небольшая. Да, которая очень веселая, вот, и только дождь их будет прогнать. Серьезно? Наверное, больше как-то ничего интересного. Как будто неделя что-то вот, вроде только был подкаст, а уже неделя прошла. Калибро. Калибро. Да. Или, я не знаю, какие-то товарищ майор высасывать мозги потихоньку. У меня пропадают дни просто. Я забыла самое главное сказать. Впереди три выходных, ура! У нас в понедельник выходной. Это только у нас, Арина. Да, я говорю, в понедельник у нас выходной. День России переносится с субботы 12-го на 14-е понедельник. Так что посплю хоть. Такое у меня создается ощущение, что у вас там постоянно какой-то праздник жизни. Ну, слушай, в советское же время у всех был на стене отрывной календарь, когда ты как бы должен посмотреть, а по какому поводу ты сегодня пьешь. Это ушло, конечно, в историю. Это же было прекрасно, эти отрывные календари. Я еще застал. Я был когда-то, когда я в школе учился. Я тоже помню. Посевная огурцов, полная луна. Да, там рецепты на каждый день были. кстати, насчет рецептов. Я тут этих местных бедолаг рабочих в ресторане местном. нашел новый прикол. Прихожу такой, а что на ужин? Она на меня смотрит, такая, ну, вот меню, нет, мне, не на меню, то, что не в меню. такая, ну, ладно, там, пошла, там, приготовила, то косадию, блин, сделала, то еще чего-то, как бы, заправленную, эту вот грудинку куриную. Потом, что-то какие-то, тоже еще сандвичи приготовила, раб сделала, там. Ну, короче, я понял, что если их понапрягать немножко и сказать, не, сделать что-нибудь там повкуснее, то, за исключением того, что они там возятся, на кухню с полчаса, пока приготовят. Ну, хорошо с местными пообщаться, типа, сделай мне что-нибудь вкусненького. Ничего, самое смешное, то, что оно стоит не намного дороже, чем те простые вещи, которые у них на меню, а-ля Альфредо, там, паста, все такое, чекен Альфредо или еще чего-то в этом духе, такой, смотришь, такой, ну, я нафиг, блин, это, макароны кушать, взял мне что-нибудь там, по кузне, она одна, блин, китайскую, еду любит готовить, другая, там, еще чего-то, короче, мне это понравилось. Извини, перебил. Да, я по календаре, в принципе, мысли закончил, вот там в чатике говорят, до сих пор продают, где-то, от себя, серьезно? На барин, заказ не по каталогу, сделал мне как-то, да-да-да-да-да-да, я согласен, мне по каталогу это очень круто. Я поначалу даже не особо задумался, но сейчас как-то уже спустя несколько месяцев уже такой, сидишь такой, блин, я уже все на меню там попробовал, и как бы, да, как-то не очень уже, ну, проелось некоторые вещи, вот, потому что есть там вкусные, но они уже проелись, а есть, которые, ну, не совсем моя тема, такой сидишь, думаешь, слышишь, сделал что-нибудь маленького. Сначала у этого, у владельца, типа, спрашивал, вот, а потом он нанял двух таких этих женщин там, которые, насколько я понял, тоже любят там поготовить, но в одной один стиль, в другой другой стиль, и, короче, так вот чередуюсь, один день до одной докапываешь, другой день до другой докапываешь, такой, сделаем нечего, и там, я думаю, в следующий раз нам будет попросить какой-нибудь этот гуляж аргентинский или еще что-то в этом духе, не слышал там, там что-то такое есть, но... у меня на неделе, нет, у меня не на неделе, у меня на выходных спина сгорела, у меня два года косой забор, потому что там одна из этих постов, как по-русски будет, столбов, во, один из столбов сломался, я решил что-то по этому поводу сделать наконец-то, вот, и спалил себе спину, но я все-таки умудрился вытащить этот, почти до конца этот столб, интересное занятие, здесь, я, я, честно, у меня с забором всегда своеобразные проблемы, потому что я не понимаю, зачем забор, как бы, ну, в деревне я понимаю, зачем забор нужен, да, чтоб там буренки не разбегались, это всегда было, а вот, ну, там, от детей забор по барабану, все равно будут в сад лазить и груши воровать, вот, ну, может быть, от алкоголиков, еще в деревне тоже, когда ночью, чтобы они случайно на грядки не зашли, тоже помогает, а здесь, где, в принципе, ну, никто так особо сильно, не вламывается или не гуляет, по крайней мере, не знаю, ну, не в центре города, но где-нибудь снаружи, не уверен, зачем заборы, и самое смешное, что по закону в Канаде, по крайней мере, в этой местности, забор должен быть, этот, как это назвать, не сквозной, но чтобы можно было хотя бы под углом посмотреть, что происходит, по закону, то есть вы не можете делать, да, нельзя делать просто там бетонный забор в два метра, такие заборы нельзя делать, это незаконно. Даже организациям или только частным? Фига себе! Ну, частным лицам, по крайней мере. А вокруг, например, там всяких, я не знаю, бизнесов, все остальное, там особо тоже больших заборов-то нету, то есть, ну, там грузка, разгрузка, хотя я видел, вокруг магазинов есть заборы, по крайней мере, у одного я вспомнил, есть забор, вот, там, где... На этих, как он называют, на всяких бизнесах, типа, этих битых машин, там, джамкиард, и на стройках, они обычно такой зеленый хрень, типа, материалы, типа, обвешивают, что там ни хрена не видно. А, ну, да, есть такой, это обычный, там, забор, металлический, ну, не для людей, чтобы там люди не пролезали, а просто они, да, обвешивают потом каким-нибудь материалом, но, если я не ошибаюсь, есть, это сделано, чтобы там всякая пыль и грязь далеко не разлеталась, или что-то в этом роде. Да, ты можешь этот, себе наклеить такую хрень? Можно. Сказать, чтобы пыль с твоей травы не слетала? По сути, по сути, конечно же, можно, если вы не хотите, чтобы вас никто не видел, то есть можно все сделать легально, да, то есть сделать забор с дырками, а, допустим, за забором просто-напросто посадить кусты какие-нибудь, причем длинные, здесь такие деревья есть, они в какой-то мере елку напоминают, да, но только они так, такие кусты, и они 2-3 метра в высоту, вот, то есть можно, я видел, так люди делают здесь, вот, и засадить, вроде как все по закону, но при этом хрен пролезешь, и ничего не видно, вот, ну и короче говоря, заборы здесь разные бывают, здесь бывают металлические столбы, металлические заборы, деревья, больше превалируют деревянные заборы, есть длинные, есть короткие, и так далее, вот у меня сломался столб, 2 года назад, я начал с этим делом разбираться, и у меня классический забор, сделан он из дерева, из говной палок, вот, и, значит, сам столб, он где-то 10 футов в длину, в сантиметрах, или в метрах, 3 метра, 3 метра, 10 фут, 1 фут 30 сантиметров, 10 фут, это 3 метра, да, и, короче говоря, это, это, как бы, сама палка в длину, 3 фута, то есть, метр, да, он должен уходить вниз, под землю, в глубину, да, и обычно, типично, его потом еще бетонируют, там, мне все надо было это выковыривать, я до усрачки, в прошлую субботу, все дело выковыривал, потому что было тяжело, жарко, и я не знал, что делать, короче говоря, я там ломом фигарил, в общем, у меня был гипер, гиперинтересный план, потому что, я шибко умный, я подумал, что, чтобы больше таким в своей жизни не заниматься, за место бетона, и, чего-либо другого, что я сделаю, я вставлю, здесь продаются замечательные, такие, якори, металлические якори, то, что называется, по сути, по сути, это как своеобразное, такое, копье, метровое копье, металлическое, только еще, значит, с таким, не наконечником, а сзади, просто, не знаю, квадрат, который вставляется, гнездо, типа, куда вставляется, это, это бревно, да, и я, я жутко радовался, потому что я думал, что я умнее всех, я сейчас раскопаю, вытащу, закопаю, вставлю вот этот вот якорь огромный, вот, радовался я недолго, потому что в финальном, в финальном решении, я, перед финальным решением, я обнаружил, что вся эта фигня, она поддерживает забор всего в 2 метра, а не в 3 метра, вот, короче говоря, да, эта штука не подходит, поэтому я на этих выходных собираюсь, расчистить все, что я там выкопал и выдернул, и все остальное, вот, и забетонировать чертовой бабушке, у всех есть правильный метод бетонирования, вот, но я, я просто-напросто расчищу, там, гнездо внизу, которое я цемент до конца не вытащил, я не смог вытащить, вот, я там все, всякие части, осколки, все остальное вытащил, вот, я там расчищу вот это гнездо, вставлю новое бревно, и потом просто туда бетон засыплю, водой залью, и пойду отдыхать, в общем, весело будет. Подожди, когда ты сказал бетон, ты имеешь ввиду, причем, бетон засыплю, и... Цемент, да. А-а-а. Цементирую все это дело. Да, Жень, Жень, ты бы посмотрел, типа, хотя бы, видео, как цементируют, потом там, эти вещи. Ну, мне объяснили... По-моему, это не совсем так работает, Мне объяснили, что цементируют очень просто, берешь два мешка цемента, засыпаешь их туда, заливаешь сверху водой, и если очень хочется, еще можешь палочкой там размешать всю эту бодягу. А если не хочется, можешь так оставить. Это не мое, я-то не знаю, мне просто объяснили, я так подумал, согласен. Я готов. Наверное, это на самом деле не чистый цемент, это, по-моему, быстрый цемент, то, что называется quick concrete, или что там, вот, поэтому... даже в этом случае, блин, там, не знаю, щебенки бы взял, там, арматуринки бы ставил, там, знаешь, так, чтобы потом не разбить. Чего не развить? Ну, чтобы она не разбудилась, вообще, никогда. Проблема с никогда заключается в том, что это никогда будет через 8 лет, когда это бревно сгниет. И я уже смотрел не один раз, и все по-разному рассказывают, как правильно нужно вставлять бревно в землю, чтобы оно там не гнило, и так далее, и так далее. Факт заключается в том, что цемент это пористая вещь, в которую вода входит, выходит, проходит, и так далее. То есть, любое бревно, которое ты ставишь в цемент, и она находится под землей, оно будет все равно, как это называется. Знаешь, у меня есть такая тупая идея, а у тебя масляная краска еще осталась? По-моему, чуть-чуть, что я использовал все. Ты можешь нижнюю часть просто покрасить перед тем, как вставлять ее в цементе? Ну, можешь попробовать. Ну, так, чтобы, знаешь, вроде она влагу вроде отталкивала, еще что-то в этом духе, я точно не помню. Ну, да, можно. Короче, у меня есть план, я, честно говоря, мне так никогда не нравилось. Что там? Пропитка это не тупая идея. Ну, на самом деле, кстати, я не знаю, но вот бревно, оно уже, то, что называется pressure treated здесь, здесь, да, то есть оно уже специально пропитано. Поэтому я не уверен. Оно, по идее, отталкивает воду, но если вода сидит вокруг него постоянно, то там даже, вот, я бы еще чем-то таким, знаешь, там, правильно пропитал, так, чтобы... Я когда на прошлой неделе выковырял это бревно наконец-то, муки, с муками и стороннями, бревно там, оно все было, оно все, все сырое. Все, то есть вот, все, оно сломал, я его сломал, вытащил по частям, оно внутри все сырое. То есть, если... То есть, оно никогда там не просыхает. По-хорошему, что бы я, я бы сделал на самом деле, если просто поменять весь забор, ну, мне глубоко по барабану на весь забор, я бы вообще весь забор поменял, сделал короткий забор и все. Вот. А что за весь финанс? Что-то крывало. И как сделать так, чтобы бревно 300 лет в море работало? Интересно. Ладно, пока, пока, пока он пишет, я дальше поеду. хорошее новость на следующей неделе у меня начинается новая сессия, буду изучать дизайн-паттерны, на работе проплатили, я сказал, почему бы и нет. Вот, так что... Ты будешь изучать? Ну, да, курсы по дизайн-паттернам. О, вау, вообще, на архитектора прям катишь? Нет, они всем проплачивают, всем программистам во всей компании. Ага. Я, я честно, никогда не был фанатом дизайн-паттернов. В моем субъективном маленьком сознании я всегда считал, что дизайн-паттерны, если брать в общем, то они создают больше проблем, чем решений. Да ладно тебе, Жень, абстракция, это круто. Главное, ее использовать везде. Да, потому что когда, когда эта замечательная штука попадает в руки малоопытных специалистов, вот, то получается кошмар. А малоопытных специалистов, в общем, ну, я не знаю, почти на каждом ходу, шагу, везде. С кем не сталкиваюсь, все время, все время какие-то косяки. Вот, я рассказывал много про мальчика на работе, когда я сейчас работаю, и до этого работал. Вот, и на этой неделе, как бы, так медленно переливаясь в другую тему, но я задену, он, так, чисто напомнить людям, чтобы вы помнили, что такое мальчик. Мальчик проработал походу несколько лет в компании GM, и он был походу тимлидом, то есть большим человеком. По статусу он опережал меня. Типа, вроде. Я не совсем понимаю, он ушел из GM, потому что ему не давали синер-программиста, и я не совсем понимаю, как может быть тимлидом, при этом не являясь синер-программистом, то есть они тимлиду присваивают только... Он был джун, который был тимлидом. Вот у меня есть такое маленькое совсем подозрение. Как бы, знаешь, мне кажется, они расширили просто этот как бы роли и звание в команде. Типа, все обычно начинают с джуна, а на GM, наверное, начинают с трэша. Я не знаю. Трэш, потом джун, это тимлидом, и... Да, вот, и я с ним пару недель назад я, по-моему, рассказывал, да, я с ним боролся на тему того, что давай используй билдер паттерн, и я ему объяснял до усрачки, а он даже не понимал, что это такое, но при этом ничего не говорил, ну, понятно, да, то есть, когда человеку объясняешь по несколько раз разных подходов, а он как бы... Чувак, он же тимлидом был, что ты думаешь, он может что-то не понимать, он же никогда не признается. Вот, и на этой неделе тоже произошел такое очагов восстания, вот, я очень рад, что коронавирус случился, что я работаю из дома, и я как бы просто перестаю в чат отвечать, как бы так, спускаю все на нет, и пофиг, вот, но он мне начал, я написал интеграционный тест, интеграционный тест исключительно на только один микросервис, сам по себе, да, то есть, он независимо, но он поднимает весь микросервис, он тестирует, все, вот, но не уходит за рамки этого одного микросервиса, чтобы люди понимали. Вот, и этот тест очень дорогой, когда я говорю очень дорогой, он занимает от 15 до 30 секунд, чтобы выполниться. Все это дороговизна приходит от того, что нужно весь сервис поднимать, а это Spring Boot, а это значит много приблуд. Вот, и мальчик, мальчик опять начал пилить в свою сторону, типа, я не понимаю, зачем этот тест нужен, и как бы там вообще, как бы, что-то там его так написал, и вообще, и вообще. Вот, ирония судьбы заключается в том, что на следующий день он написал небольшой фильтр, по спецификации, конечно, то есть нам нужен был он не от потолка, вот, и в этом фильтре, по-моему, там 3 или 4 линии кода, вот, и, ну, короче, да, и все, и сложил весь сервис. Он прогоняет тест, а мой тест падает. Он не мог понять, вот, почему он проваливается, а он забыл добавить всего одну линию кода, вот, он забыл, и если такой выкатывать или пытаться вручную тестировать, то ничего отвечать не будет. Вот, сервис есть, порты горят, спецификация там, звонишь в них, а там фиг. Вот, и как бы после того, как он на следующий день наступил на те же самые грабли, которые положил, вот, или пытался положить, он больше, вот, вообще, больше не спрашивал, зачем этот тест и почему он так написал. Все. Вот, то есть, вопросы отпали. И самое, самое забавное в этом, да, то есть, написано огромное количество кода, которые там, фильтры, интерсепторы, безопасность, так далее, и это все не тестируется, то есть, они, они просто, они, потому что я это не писал, там, у нас еще два программиста, мальчик и еще одна девочка, они нафигарили все это вместе и ни одного юнит-теста, ни одного. Вот, и когда, ну, как бы, я могу, конечно. Подожди, а интерсепторы вообще тестируются? О, блин, ужасно. Ну, я обычно все тестирую, но, как бы, поскольку мне по барабану и пущай там горит, вот, то, когда приходят ключевые моменты, когда думаешь, ну, ладно, стоит написать ингредиционный тест, дорого, да, но, по крайней мере, мы все будем чуть более безопасны в плане изменений и так далее. Ладно, чувак, ты не думаешь про это, job security? Ну, да, но просто очень забавная такая вот тема, что, и это, и это приводит меня к другой теме, которую, я не знаю, что-то, кто-то в чате говорил, у нас, по-моему, одна слушательница спрашивала, с какого языка начать, по-моему, на прошлой неделе, вот, и там начали, типа, говорить, что там вопрос был, какой там вопрос был, был вопрос, у меня друг хочет изучать программирование, с какого, что-то там языка начать, хочет простые веб-сайтики писать, еще что-то, типа, стоит ли начать с PHP? Вот, и... Нет, конечно, надо начинать с питона. По-моему, там Андрей, Андрей выпалил почти моментально, даже я не успел ответить, он такой, типа, забей, я парафразирую, но, типа, забей хуй, и иди там работать на склад. Я что-то задумался на эту, на эту тему, потому что, ну, он, он, он ответил быстро, но четко, потому что я, когда работаешь программистом уже больше 10 лет, то как-то не замечаешь, кажется, все просто, давайте к нам. А на самом деле, на самом деле, программирование, это такое, действительно высокая планка. И теперь, теперь, подхожу к вопросу, это все подготовка. Мне интересно, в каком момент, в каком момент программисты начнут учиться по 10 лет? Перед тем, как вы ответите, да, давайте, давайте честно. Люди там учатся 4 года, изучают программирование, когда они выходят из университета, они бесполезны. Да, они знают, что там, что такое Big O Notation, они знают там про всякие графы и так далее, они могут подучиться и пойти работать в Google, в Amazon, да, потому что, вот, но, в общем, в индустрии, по большинству свою, они бесполезны, да, то есть там, за исключением, за исключением, когда эти программисты работают программистами и учатся на программиста в одно и то же время, тогда при выходе с университета они полезны. Ну, это практически 8 лет, да, ну, куда взять. Вот, теперь все остальные, это, ну, бесполезно. И это только 4 года, потом, потом они приходят в компанию и начинают городить фигню, кучу говна и потом занимает по меньшей мере год-два, чтобы их натаскать хоть в какую-то полезную сторону. Потом еще несколько лет займет, чтобы у них начали мозги проворачиваться вообще, как все вместе работает. И мы, кстати, да, мы не говорим про напишите плагин для WordPress или PHP или сделайте мне, пожалуйста, страничку на JavaScript. Нет, что-нибудь такое более серьезное, да, я не знаю, там, какая-то маленькая банковская система, да, какие-нибудь PDF-файлчики будет распечатывать, еще чего-то там плюс-минус важное. И вот, вот теперь суммируем, что там, 8-10 лет, чтобы нормально человек, вот, вот, ну, работал в этой индустрии. теперь... Это если, это учитывая то, что он во время работы он еще будет учиться. Вот, теперь, как, в какой момент, или если это вообще произойдет, программисты будут как доктора, они будут идти в университет, они знают, что они сперва должны получить бакалавра в компьютерных науках, потом там поступить еще на какие-то курсы, потом еще 6 лет, да, типа, как в медицинском, только в программистском институте фигарить. Перед тем, как они выйдут из этого сраного университета и начнут этот, делать ошибки, да, на сотни тысяч людей, которые спилотируют вместе с капитаном в море, и, да, или там дизельгейт, или просрут миллионы долларов где-то. Вот, то есть, не знаю, если у кого-то есть мысли. Ну, смотри, ты уже начал в ту сторону грести, вот, это начнется делаться, когда это будет обязательно, да, а чтобы это было обязательно, это значит, что, как дядюшка Боб говорил, что была какая-то государственная комиссия, которая бы говорила, что, извините, вы работаете над проектом, который жизненно важен, в том смысле жизни людей могут быть под угрозой, если вы там над этим работаете, вот, и, ну, как-то так. Между прочим, мистер Ковалев, я не согласен, первый программист не водопроводчик, и готовую гайку, готовую турбу, конечно, программист, то есть, я не знаю, как своеобразно, как доктор, своеобразно, да, что доктор, доктор во всем разбирается, в общем направлении доктор, да, да нифига, он отправляет другим специалистам, когда что-то такое нужно, да, то есть, ваш домашний доктор не будет, не будет присутствовать там, какая-то, в хирургической комнате, когда вам что-то надо там прирезать, или вырезать, или заштопать, ну, бред, вот, но при этом, при этом, то же самое домашний доктор, ему все равно надо учиться 10 лет, независимости, вот, поэтому, как бы, ну, да, может быть, не совсем 10, может быть, там, 8, да, что-то. У доктора много рисков и ответственности, какие риски, какие ответственности, я не знаю, может, в России у докторов есть ответственности, риски, в Канаде у докторов нету никаких рисков, ни ответственности, вычекнули, вот вам самый сильный антибиотик, идите на, в смысле, удачи. Да, в Америке судят, вот, успехи им, вот, ну, как бы, по крайней, по крайней мере, я просто, ладно, мысли в суху, кому интересно, пишите комментарии, арсенпин.ми, обсудим, ну, ли вы обсудите, не знаю, мысли, зачерпните, у нас никогда не сажали врачей, правильный диагноз смерть пациента, может быть, я не буду косить, но, может быть, какой-нибудь там один случай есть, один, по большинству, не сажают, здесь врачей больше сажают, за, когда приписывает, все, это много наркоты, если он направо и налево раздает, если он раздает всякие, как это, обеолитые амфетаминки, да, как бармен в баре, то тогда, да, отбирают там, типа, доктор, у меня голова болит, ну, вот тебе, короче, этот, как он там, перкассет, да, там, еще, в суфе, припринимай, поскольку влезет в день, если человек тебе еще прокачит. Да, доктор, у меня ломка, ну, вот тебе еще перкассет. Да, да, ломка, ну, ладно, давай удвоим дозу, ну, что, не проблема. Да, интеграционный тест не написал в тюрьму, ну, ну, я, я, я не говорю про тест, я просто говорю, что хотя бы какой-то минимальный, не, Жень, 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 в этом-то и дело, что, этот, они же начнут с того, что будут, этот, как бы, обобщать, типа, образование, там, требования на, хоть какие-то, там, базовые знания, таре-таре-таре, и из этого выйдет, что программисту придется учиться, там, знаешь, шесть, восемь, десять лет, вот, если ты хочешь работать в, над каким-то ответственным проектом, знаешь, не, не просто там, какая-то, знаешь, программульника для, для менеджмента, соседской, этой, пекарной, вот, а что-то серьезное. заходишь работать в Тесле, ну, да, нам надо, чтобы ты был, там, знаешь, мастером программизма, я не знаю, там, и, 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 еще чего-то в этом будет. Интересно будет, ладно, увидим. Хорошие, хорошие новости, мой проект, походу, заканчивается, на следующей неделе будет выкат, и вот у меня вопрос, предвыкатный вопрос, если, пожалуйста, кто-либо, когда-либо видел такую фиговину, которая может взять вашу историю коммитов, и сделать фильмак, ну, или гифку, или какую-нибудь анимацию, ну, которую можно проиграть, или, там, на YouTube залить, как, как, как там, что происходило, мне очень нужно, сегодня, да, ну, вот Ваня смеется, сегодня, сегодня... я, 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 я вспомнил, историю этого чела, который, блин, как там его звали, помни, этот, андус, который пришел в одну компанию, которая, ну, этот, там уже 20 с чем-то лет, вот, и они говорят, вот, вот смотри, видишь, вот этот метод, да, вот, вот как он выглядел 20 лет тому назад, вот, и потом они, короче, этот, по коммитам, этот метод просто проиграли, вот, ему там показали, первый, второй, третий, и так далее, и в итоге, там, что-то, три страницы, короче, кода, которые, сейчас уже мало кто понимает, и просто боятся пробить. Вот что мне напомнило. Типа, просто по коммитам прокрутили определенный метод, такой, блин, такой, чертов случилось, уже 20 лет. Это, у нас сегодня проснулся менеджер, вот, он зашел, я заметил, он заходит, он периодически, не каждую пятницу заходит, но периодически заходит, только по пятницам, видимо, отметится, что, мол, ребята, я все еще здесь, да, вы пашите, я ничего не понимаю, что вы делаете, ну, да, и ура. Вот, и он, короче говоря, сегодня зашел в очередной раз, и, конечно же, он опоздал, а половину не прослушал, а ту половину, что прослушал, он ничего не понял, потому что, у нас, у нас в проекте нету PM, у нас мало очень программистов, то есть, там, три программиста, один Team Lead, в итоге, наши стендапы превращаются в один технический жаргон на все 15 минут, что меня, что меня целиком устраивает, потому что мне не нужно свой полет мыслей, как это, пикировать в примитивный, тупой язык, который поймет какой-нибудь менеджер, или PM, вот, поэтому, но он, короче, зашел, такой говорит, ребята, а вы можете устроить демо? и туда у всех, вот, да, и у всех просто, и у всех, такая минута молчания, потому что, все сидят такие, а что демить-то, мы же ничего нового-то не написали, да, мы просто конвертируем с одного фреймворка в другой, что вы хотите, чтобы мы делали демо? Вот, и я пришел с гениальной идеей взять всю нашу коммит-историю, пропустить через какую-нибудь мясорубку, и чтобы был какой-нибудь мультик, мне кажется, было бы замечательное демо для менеджмента, они по всему поняли. Да, да, сделай, просто прокрути, ты, это самое, ты, я, я думаю, если ты сделаешь скриншот, да, как бы по коммитам просто будешь идти, делать скриншот, типа, одного и того же метода, вот, то, нет, я думаю, это будет очень круто. Ты можешь найти какой-нибудь там, я не знаю, как контроллер, найди контроллер, там, то, что на одну страничку, где там коммиты, кто-то делались, или какой-нибудь файл, где там очень много коммитов, я бы хотел какую-нибудь приблуду, которая просто брала бы все это дело и анимировала всю эту красоту, выплевывала в фильмах, что, может, было даже на ютубчик залить, показать, и потом, о, смотрите, наша демка, давайте посмотрим, как проходили запланированные работы. Ага. Там, было бы, как это в советских фильмах, там, люди копают, там, 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 люди рельсы несут, сталитейные заводы работают. В общем, кто знает, кто напарывался на такую приблуду, пишите, мне бы очень она пригодилась на данный момент. Слушай, я не могу найти никак, сейчас поищу по истории, точно находил, она отрисовывала как-то, это, правда, для гитхаба была приблуда, она, что-то типа в виде города, что ли, какого-то, но визуально так достаточно красивая. О, давай. Что-то такое точно натыкался, надо поискать. Найди, пришли, я это дело все зафигарю в понедельник и во вторник презентую это менеджмент, и я думаю, там все будут просто полным, так что. Саша еще комитом Хоку писал, в прошлый раз мне рассказали, как ты вообще до такой жизни дошел, расскажи. А что такое Хоку? Это японское трехстишье, на самом деле все началось с того, что у нас ПМ написал в чат, мол, не пишите комментарий к комитам акт-тест, я их все читаю, мне грустно. А что такое акт-тест? Ну, актуализация теста. Ну, то есть у нас часто бывает, что что-то изменилось в каком-то, не знаю, модуле, адреса начали по-новому переобрабатываться, и надо тестовые данные просто поменять в связи с актуальным поведением. Вот. Ты подправил там две, не знаю, две-три строчки закометил. Вот. И он писал, что пишите что-то более осмысленно. Я вот это все читаю, мне как бы неинтересно читать. Я подумал, ну а что, почему бы не написать что-нибудь совсем такое веселенькое, и придумывал по логике там какие-то вот хокку, еще потом был у меня просто в стихах, типа я когда там опечатался, пропустил скобку, у меня было там the rose is red while it is blue, where is my break and I miss you. То есть, ну, как-то было весело, потом что-то я подустал это делать, но, знаешь, как разнообразить работу вот в IT, да, пишите нестандартные комментарии коммитом. Кошмар. Я бы тебе что-нибудь оторвал, если бы у нас работал за такое. Да, у нас на работе, конечно, все более структуризовано намного. Это мне напоминает, как когда я Jenkins скрипты писал, ну, это, типа, единственный способ как бы проверить, или оно работает, тебе надо закоммитить, ну, и прогнать, естественно. У меня началось все, типа, пробуем раз, пробуем два, пробуем три, пробуем пятнадцатый раз. Там, после этого уже такой, ну, я надеюсь, в этот раз точно сработает. Оказывается, прошлый раз не сработало, попробуем еще раз. И там, короче, начал уже. Знаете, меня этот скрипт уже задолбал, я не знаю, почему он не работает. 30 коммитов спустя такой, наконец-то оно все нафиг заработало. А вот вы смеялись над TeamCity пару подкастов назад, а там есть замечательный ремоут ран, когда как бы у тебя есть коммит, который на самом деле не коммит. Если он делает как коммит, изменения улетают, он с ними прогоняет, но TeamCity не программируется как Jenkins, правильно? Это да. Вот, вот именно. Знаешь, как бы фича там есть, но как бы зачем она нужна? Вот на Jenkins всегда нужна ну, ну, еще там. Но через теоретически там тоже можно, но там такой интерфейс, где там этот скриптик пишется, это просто как бы ладно. Ну что, сделаем паузу и к новостям. Давай. Давайте. Мы вернулись. Так, к новостям, дорогие мои, к новостям. Арина, великолепная статья 10 самых нули одиноких стран в мире. Интересная тема. Что значит одиноких? Ну вот страны такие одинокие, где люди живут одни. Оккупируют жилую площадь одни. Нету ни девушки, ни бабушки, ни дедушки. Ну, как так? Прямо как у меня ситуация. Вот давайте десятое место Бразилия. Ура! 10% народ населения живут одни. Девятое место Кения. 15%. Дальше у нас идет Южная Африка. 24%. 24%. я удивлен, что Южная Африка на восьмом месте. Россия 25% живут одни. Канада 27%. Америка 28%. Тоже удивлен. Я думал, там за 30%. Италия очень удивлен. 29%. Япония 31%. Не удивлен. Британия 34%. Глубоко удивлен. И Суиден это Швеция? Швеция. Да. Сколько? 47%. Тоже очень сильно удивлен. Я думал, что Япония на самом деле будет на первом месте, а потом какие-нибудь, я не знаю, страны типа Америки. Но это все не так. Так почему это люди хотят жить одни? Я думаю, потому что есть такой социальный тренд сейчас, что, ну, по крайней мере, я скажу насчет Северной Америки, то бишь Штаты и Канада, есть такой социальный тренд, что, короче, даже люди, которые типа встречаются, или boyfriend, girlfriend, все такое, они типа встречаются, но у них свое личное место, вот, ну, и когда встречаются, то они либо у него, либо у нее, вот, встретились на час, вот, другой там, или сколько у них там займет, и потом по своим фатам, потому что сейчас это просто переходит в ту степень, что, как бы, ну, у меня свои дела, у тебя свои дела, подстречались немножко и хватит, ну, в смысле, как, встретились на пару часов, и нормально, возвращаемся к своим дневным заботам, вот, и, как бы, там уже индивидуализм вырос в ту сторону, что, как бы, все приятно, конечно, но у меня есть свои дела, там, типа, идея того, что семейную единицу надо создавать, или еще что-то в этом духе, это уже как-то прошлое, все, все индивидуально этот, свои дела делают, и, ну, так, как-то. Арина? У меня как раз такая ситуация была, что у меня партнер был в одном городе со мной, но мы не жили вместе на одной территории, он жил у себя, я жила у себя, и мы периодически ходили гулять вместе. И мне кажется, люди начали осознавать, что одному очень хорошо и удобно жить, никто не отвлекает, не мешает, и ты можешь в горлом одиночестве делать все, что тебе захочется, и никто не будет тебя осуждать и мешать. И спать можно до посинения и делать, что хочешь в любое время. Саша? Не знаю, я не могу поддержать странную для меня тему, потому что я с какого-то двадцати трех, я там то в одном браке, то в другом, но все равно я не жил один уже очень долго, поэтому не знаю, тенденция действительно есть, наверное, потому что у одиночек сейчас гораздо больше возможностей, ты можешь там сидеть, трейдить, кодить, все что угодно делать, тебе как бы не нужен партнер, с точки зрения достижения каких-то личных целей, но не знаю, с точки зрения какой-то такой моральной я не вижу, то есть у меня нет такого стремления жить одному, мне и в паре комфортно. Друзья, девушка еще с тобой живет? Да, да. И она тебе разрешает даже подкаст писать? А как бы мне непонятен вопрос, а как можно запретить? То есть вот либо это какая-то тоже неправильная штука, ну, то есть тогда это уже какие-то неправильные отношения, или там мне там кто-то запрещает друзьям сходить, или вот еще что-то. Вот у меня, да, куда ты пошел? Пивасик пить с друзьями? Ах ты скотина такая, ты меня не любишь. в прошлом подкасте, что вот товарищ там уходит в доту поиграть в клуб, потому что, значит, его девушке мешает, как он кликает, да, вот, а мне это кажется чем-то странным, ну, то есть как бы всегда можно найти какой-то компромисс, еще что-то, у меня таких проблем нет. Поэтому все, надо другому Саше писать, что-то он там говорил с утра, не может на подкаст прийти. Снайперу, снайперу пора писать. И мне, так сказать, немножко напомнило историю, есть же этот фильм Идиократия, когда там он начинается с того, что там показывают две семейных пары, одна вот там то ли на приеме у психолога, то ли у кого-то обсуждает, что ну вот сейчас ребенка заводить не нужно, наверное, через годик, потом еще через годик, и потом муж уже умер, она одна, да, и она вот уже одна. И там вторая семья, такие редники, которые там вот один, второй, пятый, потом, ой, еще один, да это не твой, да какая разница, а не от тебя. И потихоньку там население тупело. Типа, что люди, которые задумываются, они как-то вот уже, но это больше к детям, а вот с точки зрения, чтобы совсем жить одному не в паре, не знаю, ну, мне непонятно. Я, я, у меня опыт крайне маленький, вот, но, если честно, я не, я, я удивлен этой статистикой, потому что там страна есть, Кения, да, то есть все остальные страны, они вроде как, ну, хотя Бразилия богатой страны тоже не, ну, там 10 процентов, я не знаю, если можно вообще считать, Кения уже, а, Кения и Южная Африка, хотя, может быть, там уровень жизни доставлен, такое ощущение, что вот, чем выше уровень жизни, тем люди переосмысливают вещи, и, я не знаю, может быть, другие приоритеты поставляют, например, если, я, например, понимаю, хотя, на самом деле, не уверен, потому что семьи распадаются по-любому, по разным причинам, и, лишь то, что там есть ребенок, не факт, что там муж или жена не уйдут, вот, но, я, я не знаю, ну, Жень, мы сейчас уже говорим не про распад семьи, а более несознание, я иду к этой мысли, мне кажется, если человек каким-то образом остался наедине до 30 лет, вот, или даже чуть больше, чем там, может, 32, 33, кажется, что, я не знаю, если стимул к созданию семьи, тогда будет или нет, если бы я дотянул один единошенько до 33, наверное, после этого я бы как-то так более, более, не знаю, может быть, я бы жил один, как-то, не знаю, мне кажется, я живу и нормально, да, да, и, просто, я думаю, это, это, я 33 года тире 35, может, 36 даже, а это тот момент, когда ты, наверное, осознаешь глубину нашей глубины, понимаешь, что, ну, вот, вот эта вот жизнь, и дальше, как бы, а что дальше, дальше все то же самое, больше, но то же самое, вот, и какой смысл тогда, не знаю, я никогда не был приверженцем, наверное, такой семейной жизни, еще чего-то, то есть, у меня как бы всегда все по барабану, поэтому, но, да, если бы я, наверное, не женился ранее, возможно, я бы уже не женился вообще. Не, оно все равно, да, ты думаешь, вы бы женой, разбежались по величину, или просто там, она в Торонто, ты в Виндзоре, нет, я имею в виду, если бы я не встретил партнера к этому возрасту, я бы, наверное, уже не решился бы на какую-то там совместную жизнь, то есть, меня бы все привлекало, у меня, ну, это не факт, это не факт, я думаю, это... 10 машин, своя там пони, ранчо и все остальное, то есть, нахрена мне еще какая-то головомойка, вернее, не дает спать. Не, не, я не согласен с этим заключением, по одной простой причине, потому что, как бы, у меня иногда проскаживает, ну, в смысле, довольно-таки час проскаживает мысль, чтобы было бы завести своего покемона, вот, и, ну, вырастить, знаешь, там, но проблема в том, что, опять же, те девушки, которые, типа, мне нравятся, они жутко независимые, и у них есть своя жизнь, у меня есть своя жизнь, и получается, что, как бы, ну, ребенок там, ну, никак не прописывается, ну, ну, не складывается, потому что у каждого, у каждого своя жизнь, и этот, с другой, с другой стороны, как бы, всегда есть вариант найти, как это правильно бы сказать, старомодную девушку, вот, которая потенциально не, не шибко, может быть, социально-экономически развита, вот, и, и просто, знаешь, у тебя будет домохозяйка, да, вот, который тебе родит детей, и тогда это работает, но, опять же, это, опять сводится к тому, что, почему это будет работать, это потому, что, как бы, она будет зависеть от тебя, как только она перестает зависеть от, допустим, опять, старомодных вот этих вот понятий, типа, ты, ты приносишь бабло, она выращивает детей, вот, когда, вот, если все прекращается, то семья, как бы, уже не имеет смысла, понимаешь, потому что это, это своеобразные препятствия, потому что, зачем мы живем вместе, если нам легче по отдельности, я устрою, знаешь, свою маленькую квартиру, она устроит свою маленькую квартиру, и там, по удобству себе просто будем делать там, ну, и периодически там будем встречаться, знаешь, там, по, так, по желанию. Ну, ну, люди, люди хотят быть одинокими. Нет, это даже не то, что люди хотят быть одинокими, это, это, это просто сейчас социум диктует, кое-что, типа, ну, началось все с равноправия, и то, что, знаешь, и мужчины, и женщины должны работать, а если, если мужчины, мужчины и женщины работают, как бы, если бы оба родители работают, то, кто там будет дома сидеть, за детьми следить, айпад? Именно, ютуб. Ну, в принципе, да, когда, когда сделают, вот, еще третью квартиру, где ты можешь оставить ребенка с айпадом, и с автоматическим, знаешь, с автоматической соской, чтобы кормила и подгузник меняла, то, да, вот будет новая норма, типа, вы живете по отдельности, и там у тебя какой-то там робот выращивает твое биологическое потомство, вот. Зачем, я не совсем уверен, вот такое биологическое потомство, ну, как бы, вот. Зачем, чтобы экономику поддерживать? Ну, да, тебе от этого что? Если только государство не скажет, типа, пожалуйста, донаты, донаты, знаешь, от тебя немножко, от тебя множко, там, от тебя 9 месяцев, от тебя, там, 20 миллилитров, вот, то может быть, вот, но это примерно то будущее, в которое мы идем, потому что сейчас с экономической точки зрения семья не имеет смысла, потому что в нормальной здоровой семье работает только один из родителей довольно-таки хорошее количество времени, ну, предположим, там, от 5 до 10 лет, вот, то это, представляешь, это рабочая единица, не работает от 5 до 10, а иногда и больше лет, вот, как бы, это очень-очень большой удар по экономике, вот, а так ты их разделил, знаешь, и она работает, и фактически, вот, если сравнить, допустим, с 50-м и 60-м, и теперь у тебя удвоилась рабочая сила в стране, очень даже неплохо, мне кажется, единственное, что рождаемость страдает, но, да, как бы, я не думаю, что они еще совсем споткнулись об эту проблему, как бы, про нее начинают говорить, потому что во всех развитых странах рождаемость падает, и уже сейчас, уже в отрицательную сторону тенденция пошла большую, да, как-то так. Пока что еще компенсируются этими странами третьего мира и иммигрантами, но, я думаю, когда все вот эти, там, страны третьего мира, они все-таки дойдут до хорошего уровня развития, то тогда уже будут бороться с тем, что, подождите, у нас не осталось никого, кто бы рожал детей. Вот. к этому все сводится, к этому все сводится, есть много всяких разных дискуссий и видео на эту тему как бы и лекций, что чем больше страна развита, тем рождаемость падает, потому что когда у тебя страна недоразвит, допустим, возьму какую-нибудь, знаешь, Африку, еще чего-то, у тебя там недостаточно медицины, да, и все там, типа, ну, как бы семья зависит, она там в агрокультурной еще, допустим, стадии, вот, то дети это фактически рабочая сила, да. Ты Африку не трогай, она от России отстает всего на 2%, по-моему. Ну, да, ну, как бы на 1%, ну, как бы ты понимаешь, ты тенденцию, знаешь, там дети, во-первых, не гарантированно, что дети выживут, очень гарантированно, значит, надо побольше детей, вот, чтобы был больше шанс, что дети выживут. Дети также являются, ну, практически рабочей силой, да, потому что ты там в деревне живешь, еще чего-то, там, знаешь, ребенку уже там 10, ну, даже меньше лет, там, они начинают там помогать в хозяйстве, туда-сюда, это фактически рабочая сила, вот, значит, чем больше детей, тем больше рабочей силы, тем, тем этот, как бы, семья более преуспевает, вот, потом многие из них помрут, потому что просто этот медицинское страхование нет, потом это сравнить, допустим, теперь другой контраст, это развитые страны, где там, чтобы ребенок, ребенок у тебя не дожил до взрослого возраста, там, да, даже 18, что там, ну, шанс вообще, блин, тебе легче выиграть лотерей, да, вот, как бы, окей, то значит, что там, если один ребенок, то в принципе неплохо, мы вроде бы, как бы, выполнили свою, там, какую-то там морально-социальную, там, службу, мы хоть одному ребенка родили, знаешь, это два человека рождают одного, вот, и получается, что упадок в рождаемости. Это вообще забавно, потому что, что-то у меня кликнуло, по сути, дети нужны государству на данной стадии развития, а почему в Десертной Америке, ну, в развитых странах, да, дети должны проплачивать пенсионный фонд родителей или более старшего поколения, очень забавно. теперь понятно, почему так государство о детях печется. Ну, да, да, побочные эффекты не специально, но зато забавный момент. Да, но еще так же государство печется о детях, как бы, людей, которые, ну, по сути дела, этими социальными мерами пользуются, те люди, которые, ну, возможно, не самые перспективные люди в стране, знаешь, там, как бы, в Декрате это именно и рассказывалось то, что у тебя есть два академика, есть вот там, как бы, я сейчас этот, я говорил, что я Facebook здесь делал, совершенно, ну, как бы, туда залазил, просто смотрю, там, старые знакомые эти вэлшерщики, вот, смотришь, у них там у одного три ребенка уже, у другой там, блин, три-четыре, вот, ребенка, вот, и так далее, а потом смотришь на других, которые более или менее там нормальные и перспективные типа люди, у них там, знаешь, спустя 10 лет у них один ребенок, вот, как-то так. вот и все, да. Пора строить отдельный дом, я понял. Ну, как бы, ты, ты немножко из норм выбиваешься, вот, как бы, ты всегда как-то не по нормам жил, вот, знаешь, если была бы социальная полиция, она бы тебя давно прищучила, что ты как-то неправильно все делаешь, вот, чересчур эффективно, там, живешь еще чего-то, знаешь, не сильно тратишь, так что, да, ну, будем съезжать в отдельную квартиру, ладно, у кого еще какие-то, а ребенка в интернете, в интернете, да, у кого есть еще мысли, раз, два, три, продано, там, ладно, по-моему, Марина с, Сашей, отвалились, да, нет, я очень внимательно тебя слушала, я согласна с тобой, а еще я просто не люблю детей, они маленькие и орут все время, и спорты дают, с ума сошла, самое прикольное, это как покемоны, они сначала ничего не умеют, потом ты их, этот, скиллом тренируешь, потом они вырастают и начинают этот, тебя челленджить. Ну, ты это говоришь с точки зрения мужчины, а я все время думаю с точки зрения женщины, естественно, девять месяцев, там, ладно, ну, хорошо, ну, ну, еще годик потом, этот, чески покормить, ну, а дальше-то какая разница? как бы, покемоны, покемоны. На самом деле, секрет в том, что лучше не становится. В смысле, лучше? Лучше, ребенок растет, лучше не становится. если, если на ранних стадиях, там, 9 месяцев, то потом бессонные ночи, потом есть маленькое перемирие, где-нибудь в районе, не знаю, где-то двух лет, может, два до три, где они начинают спать нормально, или два до четырех, да, плюс-минус, если они еще там не писаются, не какаются, вот, а потом начинается, начинается опять абордаж, вот, потому что они начинают, они выясняют, как врать, вот, а потом они начинают, там, требуют всякие, типа, там, купи мне игрушку, купи мне, там, это, видеоигру, вот, мы на выходных едем туда, я хочу ту, потом начнется школа, там, еще образумят, как и чего делать, то есть лучше не станет, а потом 18 лет, я забеременела, купи мне дом и так далее, в общем, вы понимаете, тогда лучше, нифига, да, там, 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 потом начинается, нет, иди уже с своим покемоном, нет, почему ты, 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 опа, я думала, это у меня все сломалось, я тоже так думал, папа, походу, вади вай-фай рухнул, в очередной раз, прервемся, подождем, это просто социальная полиция, пришла, товарищ майор, все нормально, у меня будет 10 детей, поддержим экономику Российской Федерации, сейчас поставлю на паузу, мы вернулись, после маленьких технических балладок, так, следующее, да, про, 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 про СУС купила, СТАКОРФЛОН, кто? Про СУС, Про СУС, Про СУС, не знаю, как по-другому, короче говоря, никогда об этой компании не слышал, но оказывается, она есть, вот, и походу она является, не знаю, какой-то материнской компанией большой, владеет Tencent, я не знаю, что такое, Mail.ru, группа, Tencent? не знаю, не знаю, Авито, это я знаю, Mail.ru, знаю, купили СТАКОРФЛОН, на самом деле, что-то я испугался, но где же мы теперь будем копировать код? Да, действительно, каждая. Российские хакеры все-таки добрались, до СТАКОРФЛОН случилось. Нет, Tencent, это же китайская такая большая-большая-большая компания, по-моему, да, что они там делают? Люди, помогите, что там Tencent делает? Не помните? Без понятия, я первый раз про эту компанию слышал. В принципе, как этот, про СИУС. Ну, просто, да, я никогда о них не слышал. Короче говоря, купили они все. За сколько они купили ее? За 1.8 миллиардов долларов? В общем, в общем, не знаю, нельзя, какие выводы на эту тему делать. Меня всегда удивляло, был маленький вопрос, типа, чем СТАКОРФЛОН живет? потом, когда они открыли... Самый этот, самый большой этот, вендор этих видеоигр. потом, когда СТАКОРФЛОН выпустил, типа, сервис по карьере, тогда я подумал, ну, возможно, они на этом зарабатывают, но вообще, что-то я как-то не совсем понимаю. Ну, в принципе, да, доходная платформа. Теперь вопрос, если народ не разбежится, я думаю, не разбежится, куда бежать? Альтернатив нет? там, альтернатив, по-моему, действительно нету. На ответ Mail.ru пойдут. Так интегрируется, раз иди в владелец. Нет, 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 Google эти, как их там называют, где там имейлы, переписки, они показывают. Да, Google. Кстати, Tencent в 2018 году стоил 500 миллиардов долларов. Так что, ну так, для тех, кто не знает, что это такое, если компания купила Tencent, то, да, там что-то мега серьезное. Вот, и так же Tencent сделал WeChat, то, что фактически дефолтный этот китайский чат тире система платежа и еще чего-то там, короче, ну, короче, интеграция там вообще просто ну, естественно, слежение за юзерами и тому подобное. Так что, если, если, если этот ProSus купил, то там, 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 что-то все, теперь будут гноить этих программистов. Хотя, хотя, Microsoft купил этот GitHub, вроде бы, еще пока что ничего не заметили такого. Так что, ну, комментарий. Или я опять подвис. Я надеюсь, не убьют стак оверфлоу, будет работать. а то, если его убьют, то тогда придется реально, блин, работать придется, писать, думать. Не говори, блин, это вообще, прикинь, бывают. Читать. Саша? Да, я вот в чатике написал, что смешно, если они закроют возможность копирования. Ты можешь посмотреть, но сиди, набирай с экрана. Вот. А по поводу того, что купили, у меня вообще всегда, я как бы, может, не хватать немножко по экономическим этим вещам, знаний, как вообще эти гиганты живут, вот она владеет такой группой, такой, 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 вот что она делает? Она владеет и прибыль стрижет? Зачем нужны вот такие гиганты, которые владеют кучей каких-то крупных компаний? Какой от них вообще толк? Толк? Ну, у меня жуткая нелюбовь к этим всем холдинговым компаниям, потому что у меня еще с видеоигр осталась вот эта жуткая нелюбовь, как ко всяким там, Activision и так далее, да, то, что они приходят и говорят там, а, вы, ну, вы хотите, типа, там, сделать свой продукт, ну, как бы, в моем случае это, типа, знаешь, там, Мир Варкап или еще что-то. Да, 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 вы, как обычно, делайте, но только нам надо, чтобы вы обязательно, короче, вот, выпустили в следующем месяце, и не забудьте туда закинуть какие-нибудь там няшки, чтобы там люди практически должны были заплатить там лишние 50 долларов, как минимум. мне сейчас пришла дикая аналогия, что на Stack Overflow появится лутбокс. Да, 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 типа, а, ты по этому вопросу пришел? У нас есть, как бы, ответ, и у нас есть, ну, те ответы, которые почти что правильные. А, хочешь увидеть совсем правильный ответ? Ну, без проблем, два доллара. Правильный, почти правильный. Правильный, почти правильный, давай сыграем в лотерею. Или ты можешь прокрутить рулетку, и это самое, всего же за 25 центов тебе есть шанс увидеть правильный ответ. Еще за тысячу баксов можно подписаться на пять правильных ответов в месяц. точь-то. Что-то в этом духе. Ну, как бы, не, ну, смех смехом, но, как бы, там, сейчас же Stack Overflow, там, там они свои, там, что-то, софт начали толкать, типа, менеджмент, еще чего-то, групп менеджмент, project менеджмент, и тому подобное. Вот, и я думаю, из-за этого их еще решили купить, потому что, как бы, используя их базу юзеров, да, вот, там, это, пользовательскую базу, вот, плюс потенциальной интеграции ихнего софта, да, make sense. Я не уверен, как это повлияет на основное, ну, то, что мы подразумеваем подставим ковы, флом, это, типа, вопрос-ответное, это решение, ну, да, возможно, теперь, вместо твоей репутации тебе еще придется, там, платить, чтобы, там, задавать вопросы или еще чего-то в этом духе, чтобы активно участвовать, там, какую-то номинальную сумму, там, не знаю, мелочи, 100 баксов в год, привет, Аплуб. Ну, да. Забавно. какие-нибудь другие мысли? Я сдался на лутбоксах. все, приехали. Ну, да, не, если бы Activision купил Stack War of Float, тогда, тогда бы там точно были бы лутбоксы, там, это гарантированно, потому что, я не знаю, подожди, или это Electronic Arts, не, Electronic Arts купил этот, все эти Star Wars, да, они даже там рекламировали одну из игр, типа, Star Wars игр, они такие, вот это будет един, а, не единственное, они такие, в этой игре точно мы гарантируем, что лутбоксов не будет. И все люди такие, о, ужас, серьезно? Серьезно? Надо точно покупать, они, они хотя бы пообещали, что вот точно в этой игре лутбоксов не будет, но, по-моему, они потом DLC выпустили. Так что, лутбоксов не будет, будет DLC. Какая разница. то, что там что-то купил, я думаю, для нас в ближайшее время ничего не поменяется, а дальше посмотрим. Какая разница. Сейчас более серьезные вещи надвигаются. Тебе нужен будет этот паспорт чипирования, там, не про чипирование. Это серьезно, это не серьезно, это у тебя проблемы с чипированием. У нас проблемы со Stackware Flow. Ну, да. Какая корона? Вот Stackware Flow если упадет, мы вообще не сможем там работать. Люди, на этой неделе я наперся на господи, как Соня любит называть все через одно место. WF-1000XM4. Короче говоря, это... Отличное название. Просто с языка скатывается. Вуф. Что-то я даже пожалел, что я купил XM4, в смысле не эти XM4, которые одеваются целиком на голову. Потом, возможно, надо было эти пилюльки купить. Посмотрел ревью и прямо захотелось. лошадь. Лошадь. А что тебе там захотелось на самом деле? Мне нравится. Они водостойкие, они в ухо влезают. точно в твоем или вот этого человека, который на картинке там? Я думаю, на картинке который. Обычно они, кстати, дают вот эти вот пады, которые разных размеров с такими ушами приходят, поэтому я думаю, лезут нормально. Но там, да, опять же, шумодав, все такое. Но только они не поддерживают этот несколько подключений. Я этим никогда не пользуюсь, поэтому я серьезно, серьезно. Подожди, ты всегда провод тыкаешь или ты? Когда сижу дома, да, всегда с проводом. Глюксом не пользуюсь. Хотя я вижу, как это может являться большой проблемой. Чувак, я еще даже вот эти бренджабры, когда купил, пока еще батарейка там работала, для меня это самая классная фича была, потому что я подключаю сразу к телефону и компьютеру, и там, короче, когда телефон звенит, к компьютеру затыкаются, офигенные фичи. я понял идею, отстойненько получается. Ну, говорят, что лучше шумодавом, даже лучше, чем эти. подожди, а он с Windows работает? Потому что мне надо найти наушники, которые с Windows нормально работают, ну, или Windows, который работает с наушниками нормально. Я всегда думал, что когда Bluetooth наушники, то они работают совсем, но, оказывается, с Windows отдельно. нет, попробуй к рабочему компьютеру подключить через Bluetooth. Я ничего, я ничего к рабочему компьютеру не подключаю. Принципиально. Никогда ничего не хочу вообще. Я уже третий наушник купил, думал, что там уже, ну, уж точно там, ну, короче, в итоге с Windows я не использую. Ну, Windows победил, я больше не могу. Да, я просто Bluetooth отключил и это самое и у меня просто тупо не получается. Я не знаю, может, у меня уже какой подряд Windows и он все никак не может или все наушники нить я покупаю или еще чего-то. Вот, но вот как-то он может быть первый раз подключится, потом ты там типа попробуешь их этот, типа выключил наушники и пытаешься переподключить, он такой ооо, у вас новый девайс. Вот, блин. Ну, и там, по-моему, еще надо было сначала удалить предыдущие настройки, чтобы подключить новые, еще чего-то там, короче, после этого этой херни я уже забил. А, ну и опять же, там, что-то как-то они начали подключаться, но там они перешли на какой-то супер низкий уровень, что там качество звука было как из туалета, короче. Ну, просто, просто, знаешь, это, я даже не знаю, с чем сравнить, представь вот старое FM-радио, где ты там сидишь, блин, знаешь, где-то, где прием очень-очень хреновый, а уровень звука очень низкий, типа там, ну, тихо играет, еще с такими, блин, этот, ну, короче, полный Г, там, там, как бы, битрейт, там, я не знаю, какой там самый низкий, но я думаю, ниже самого низкого. Забудь про то, чтобы вообще музыку слушать. Так что, да, я не знаю, признаю, честно признаюсь, я не знаю, но там, что-то, попалось, как-то, и я задумался, что вы меня отговорили, нафиг, отговорили меня. Не, выглядит круто, выглядит круто, только, не, я задумался, не, вы правы, если она двум устройствам одновременно приключаться не может, то, жопа, да, да, обедненько, досадненько, но ладненько. Слушай, 160 киловитров в секунду, играть, да. Ну, не знаю, мне кажется, если кто-то, кто-то ищет, возможно, возможно, это наушники кому-то подойдут, что-то ищет не буду. Арина, ну давай, давай, что тебя впечатлило? Я рыдала раза три на протяжении ВВДЦ, два часа шло все это дело, рассказывали. Два часа? Да, очень долго. Мне показалось странным, что очень часто они обновляются. Мне кажется, раньше такого не было. Ну вот, iOS 15 уже будет в сентябре, и сейчас постоянное обновление. То ли раньше у них было меньше фич и меньше багов, то ли я невнимательно следила. Раз в год? Что скажете? Нет, ну вот сейчас постоянно там 14, 15, 14, 15, 16, дофига. Да, больше багов, больше обновления. Просто ты стареешь, жизнь ускоряется. Да, да, да. Да. Ну давайте реалистично, чем чаще такие апдейты выходят тем меньше мы на них обращаем внимание. Типа, о, ужас, да, вышла iOS 15, 14 только в прошлом месяце вышла, а, ну да, там, 13 было, знаешь, это, чуть-чуть там в октябре или еще что-то, да, типа. Что я задумался, арена права, на самом деле, что-то действительно реально зачастили. Хотя, хотя не, до сих пор основные версии раз в год, или чаще. Да нет, раз в год вроде. А, окей. Тогда, а вот то, что больше обновлений, это да, но это, мне кажется, это норма, потому что сейчас, по-моему, все так работает. Выкатываем, собираем бабос, и потом начинаем патчить. Поэтому, и чем больше, да, чем больше, я с собой согласен, чем больше фич, больше багов, больше патчем. Это стоподняк. Больше всего меня впечатлило, наверное, что они предлагают добавить паспорт теперь, айди свой в телефон, и ключи от дома, ключи от гостиницы. То есть, если ты теряешь айфон, ты теряешь все. Да, 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 еще доступ к банковскому счету напрямую, да. А вот, а вот вы знаете, здесь я с вами, наверное, не согласен. Что, пишите, доступ к моему банковскому счету еще и ключи от дома. iOS 15, да. Ну, в общем-то, окей. Я себя некомфортно чувствую с идеей того, что вот эта вот игрушка под названием айфон, и, кстати, здесь я, наверное, не буду выделять только айфон, андроид я тоже считаю игрушкой, вот то, что игрушка заведует всеми жизненно важными функциями вас, человека отдельного. с этим, это я себя некомфортно чувствую, потому что я не считаю, что сама операционная система или платформа достаточно достаточно безопасна. Однако, это все туда идет, да, то есть, вся ваша жизнь, она ну, да, становится электронной, то есть, паспорта, все ваши там ключики, все остальное, почему бы нет, то есть, что сейчас не айоти, поэтому, как бы, я не знаю, я целиком за, вот, хотя, я до сих пор, например, на своем теле, я признаюсь, я первым признаюсь, я на своем телефоне ничего, у меня нету никакого онлайн банкинга, я на своем телефоне, я ничего не покупаю, моя кредитная карта никогда не проходит через телефон. Да ладно, у тебя Apple Pay есть. Apple Pay есть, да. Ты даже никакую карточку не присоединил. Ну, Apple Pay есть, я ее подключил без приложений, без ничего, то есть, вручную, периодически ей плачу, но, как бы, кроме, я ничего не покупаю через телефон, то есть, я не захожу на Amazon, я не захожу там на Walmart, я не захожу в свой банк, то есть, никакого логина, никакого пароля. Ну, пока что, пока. Согласен, кто-то, кто-то сейчас встанет и скажет, что я там стартпер, вообще в жизни ничего не понимаю, скорее всего, будет прав, я просто пока что себя еще не чувствую достаточно комфортно с этими игрушками. Слушай, а что там в ворсайме с него нового полюса? О, Галёв, он еще, наверное, не дослушал до конца, уже напечатал «Дед, иди пей таблетки». И, наверное, он прав, потому что, скорее всего, телефон более лучше обезопасен, чем лаптоп. Вот, ну, я не знаю, я себя до сих пор комфортно не чувствую. Я использую и Apple Pay, и чего у меня только нет в телефоне, но паспорт я не буду, наверное, добавлять. Я думаю, в России даже... Стой, 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 стой. То есть, ты им дала отпечаток своего пальца, потом сфотографировала лицо, потом банковскую информацию тебя еще на телефоне. «Да, ну вот на паспорте мы ассо сделаем остановку». Вот где граница. Ты паспорт ни разу не фотографировал? Кстати, да. Он на FTP-сервере, где там валяется. Как бы... А в чем проблема? Они уже в курсе. Они просто, знаешь, там, вежливости ради, они типа там, ну, мы ничего не знаем о тебе. Да, мы ничего не знаем, кроме как всего о тебе. Может, знаешь, сделаем уже официально, как бы, мы уже и так вместе живем сколько лет, правильно? А можно вколоть... Давай уже распишемся, фигли. А можно вколоть еще дозу этот, как называется... Паранойя. Да, паранойя. Вы слышали, по новостям проходило, никто не скинул обсудить, поэтому обсуждать не будем, но задеть стоит. А как этот... Подожди, это было ФБР, да, гоняло сеть, приватную сеть для, там, всяких драгдилеров и всего остального, да? То есть, окей, мы в этом подкасте несколько раз обсуждали, по-моему, всякие телефоны и производители, которые производят свой собственный телефон, создают свою собственную сеть телекоммуникаций, которая целиком приватна, она там, ни с андроидом, ни с айфоном не дружит, но она как бы такая для, как называется, для журналистов, да, которые ездят в горячие точки, им нужно скрываться от властей, ну, а также для драгдилеров и всего остального, вот, и ФБР, ФБР, да, сделала такой телефон, создала такую сеть, распространила, значит, себя, там, как бранд надежной телекоммуникации для особо волнующихся людей о приватности, например, журналистов, да, и, короче говоря, то есть, такой мега ханиподт на всю планету и собирала информацию о сихих драггиллерах, недавно запастили все это дело. А че-то они свое прикрытие там подорвали. Ну, я думаю, там был достаточно крупный баст, или они там, наверное, посадили кучу чуваков, поэтому все, как говорится, сыграла свое пора. Да. Ну, окей. Это просто так, для дозы паранойи, поэтому я не совсем... Куда податься теперь в Android? Нельзя, там нас продали, в айфоне нас продали. Даже... Не, ну, в айфоне нас не продали, нас, нас просто, знаешь, заточили. Они же, Apple сказали, с самого начала, мы никого продавать не будем, мы сами, сами вас будем юзать по конам программе. Как бы, нам продавать никому не надо, мы просто сами это дело будем использовать. Да. Во всех, во всех возможных и невозможных целях. Теперь даже нельзя пойти в какую-то странную компанию, которая говорит о приватности. Она, скорее всего, гоняется в какой-нибудь ЦРУ или ФСБ или ФБР или еще кем-то. Ужас! До чего мир докатился? Ужас! Доверять соседу тебе нельзя. Кошмар. Кошмар. Да. На этой приятной теме. У меня есть пара вставок по поводу оплоска. Я не знаю, кто из вас достаточно... Наверное, Арина достаточно стара, чтобы это все помнить. Арина, перед... Значит... Отлично прозвучало. Ты избранная. в последней версии анонсированная версия Mac OS они там показали новый шорткат или показали шорткат. Он не новый, потому что в айфонах он уже давно был. У нас там был подкаст, где озвучивал интересные идеи с шорткатами. Вот. Но теперь решили шорткаты портировать на Mac OS. Теперь для тех, кто те, кто молодые и незнакомые, до того, как были шорткат, была такая шнега, как Automator. Вот. А для тех... А для тех, кто постарше, они еще помнят, что было до этого, по-моему, Apple Script. Вот здесь вот, наверное, Арина меня поправит. Ты помнишь, что было до Automator. Automator. Нет, возможно, ты прав. Про Script. Да, потому что я и на том, и на другом писал... Ковалев такой, я помню. Спалился все. Да, и я на том, и на другом писал скрипты, у меня еще там где-то валяются даже в публичном доступе в сайте. Вот. И очень смешно, что Apple уже в который раз переизобретает велосипед с этими шуткатами, и каждый раз, когда это происходит, они всегда говорят, что мы не можем дождаться, пока там люди начнут создавать свои собственные скрипты. Я все это скриптами уже называю, потому что мне надоело запоминать разные названия. Вот. И каждый раз это происходит, и каждый раз ничего не происходит. Вот. Поэтому очень забавно. Я это как-то вытащил с презентации, но вот меня это немножечко душу порадовало, потому что каждый раз это вот такой вот как там раз в десятилетие происходит, и вот а потом ничего из этого не получается особо, и потом они переименуют все это дело в какой-нибудь еще какой-нибудь еще бифштекс, и потом попытаются продать еще раз. Ну а второй момент, который меня порадовал, это то, что теперь видимо машинное обучение дошло до какого-то там критической точки, и в айфоне теперь можно будет копировать текст с фотографией. Вот. То есть если у вас есть фотография, я не знаю, там ресторана, вы можете скопировать название ресторана прямо с фотографии. Меня это порадовало, мне кажется, прикольно. Говоря о фотке паспорта. Черт. Так вот зачем все это надо было, да, автоматизировать. Типа добавить паспорт. Мы, кстати, посмотрели в твоих фотках и типа не твой паспорт, потому что вроде похож, ну как бы чуть-чуть опечатать там, Петя, билет. Вот мы тут нашли, кстати, у тебя фотографии. нашли автоматические дополнения. Совпадение? Я так не думаю. А мне кажется, это уже началось еще помнишь, как-то я когда на Мариинтете жил, что типа с утра выходишь, они такие, ну че, опять в Деда с Дели едешь? Я такой, мать твою. У тебя займет 10 минут доехать до этого магазина. И такой, а ты откуда знаешь, куда я сейчас еду? Не, мы за тобой не следим. Лотерея. Мы просто наблюдаем и все записываем и не волнуйся. Мы просто помогаем. Насчет черкатов у меня предположение, что люди слишком ленивые. Когда сделали это на iPhone, я первые 5 минут думала, о, класс, я себе понапридумываю сценариев и буду им пользоваться. Но меня не хватило дальше, меня не хватило дальше, чем на один, и в итоге я им не пользуюсь, я даже не помню, что я там делала. Не волнуйся, они сейчас просто запишут, что ты обычно делаешь, и просто будут автоматически иконки переставлять, ну или там, ты просто начинаешь пальцем уже дотрагиваешься, он такой, ты, наверное, хотел включить WhatsApp. Типа просто посередине, знаешь, пальцем будешь тыкать, и они уже там, да-да-да, как обычно, Зайти на WhatsApp, ответить окей, там, на все пропущенные сообщения, да-да-да, потом резко переправить в Facebook, там тебе, естественно, 20 минут, как обычно, просидеть на Facebook, ты же зашла в туалет, правильно, да, надо Facebook включить правильно, да, там. Так, все сейчас услышали паттерн Ваня. У меня нет ни WhatsApp, ни Facebook, и в туалет я с телефоном не хожу, если что. А, да? Серьезно? Да. Слышите ли, что ли, читаешь? Нет. Я все делаю по-быстрому, зашел, вышел, то есть, ну да, зашел, вышел, пошел дальше к своим делам. А мы скажем, что мы тебе верим. Фу, на тебя не веришь еще мне. Не, я же сказал, что верим. Для меня, для меня туалет как спасительная шлюпка, спасательная шлюпка. Ну, ты человек семейный, тебе, наверное, можно, а мне так. Это дзен, путка, Женя, дзен, дзен, путка, да. Да, одни самые важные идеи приходят в туалете. Ну, странно. Ладно, я не знаю, кто-нибудь еще хочет что-нибудь добавить с WWDC. Походу, что нет. Ладно, по-любому, время подошло к концу, поэтому, кто что хочет обсудить, закиньте в обсудить на RCMP.me. Вот, ну, а на сегодня конец. Все, кто слушал, молодец. Так, люди, пожалуйста, напоминаю, зайдите и помогите нам материально, потому что сервера просят денег, денег, у нас никогда не хватает денег на оплату серверов. Вы это можете сделать, зайти на RCMP.me по ссылочке инвестиций или просто подписаться и стать патроном на Патреоне. Ссылочка на сайте или в шоу-ноутах. Так что да. Помогите нам. Попадайте на продержание сервера. Пожалуйста. Так, что, заднее слово? Да, заднее слово. Ракета. Хвост. Альбион. Даже чего? Я сказал Альбион, а Саша из-за чего сказал. Дети. Дети. Да. Дети. Так, ладно. Ну, что, на сегодня все. Любви, счастья, здоровья. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Саша